Праздничную колонну на площади мемориала Курганславы встречали ветераны Великой Отечественной войны Октябрина Андреевна Каноненко, Александр Алексеевич Четвериков, Николай Кириллович Тимофеев, Андрей Никанорович Титько. Знамя победы внес ветеран войны в Афганистане, награжденный медалью за мужество Юрий Хроменков. Возглавлял колонну десногорцев Бессмертный полк, который в этом году объединил более тысячи бойцов Красной Армии, героев Великой Отечественной войны. Несколько тысяч десногорцев пришли отдать дань уважения ветеранам войны и почтить память тех, кого уже нет с нами. Открыл торжественный митинг глава муниципального образования города Десногорск, подполковник в запасе Андрей Шубин. День победы – это праздник всех поколений, каждой семьи, каждого человека. В этот священный день все поколения России объединяют память о героизме нашего народа в ожесточенной борьбе, победившего фашизм. Мы преклоняемся перед величием подвига и силой духа ветеранов. Мужество и патриотизм, самопожертвование и безграничная любовь к Родине – это те правильные ориентиры, на которые должны равняться дети, внуки и правнуки победителя. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине со дня Великой Победы, прошу считать открытым. Поздравительный адрес от губернатора Смоленской области Алексея Островского зачитал заместитель Андрей Борисов. Огромное спасибо и низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы совершили, защитив страну от вероломного врага. Наша сила духа, наш боевой и нравственный подвиг – пример патриотизма для детей и внуков, для всех нас. И сегодня мы собрались все вместе, чтобы еще раз поклониться народу-победителю, спасшему мир от коричневой чумы, народу, который не трогнул и не склонил голову перед коварным агрессором. Вечная память павшим героям о героической Смоленщине, благополучии и процветании. Пусть на нашей родной земле никогда больше не звучат взрывы от мин и снарядов. Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы! Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский. Директор Смоленской атомной станции Павел Лубенский поздравил всех с великим праздником и обратился к ветеранам со словами благодарности. Уважаемые друзья, наша святая обязанность – чтить память тех, кто дал возможность нам жить под мирным небом и праздновать этот великий праздник. Да, ровно 73 года назад нам подарили праздник, праздник Великой Победы. И я поздравляю вас всех с этим праздником. Желаю нашим ветеранам здоровья, а нам радости жизни. И чтоб в мирном небе над головой гремел гром только во время грозы и дождя. С праздником вас! Председатель Совета ветеранов войны и труда Игорь Журавлёв отметил, что важно не только помнить героев войны, но и помочь неизвестным павшим воинам обрести место достойного захоронения. Наша главная задача – это память о наших дедах и праведах, которые погибли в Великую Отечественную и дали нам жизнь. Память – это вот этот наш митинг, это бессмертный полк, это георгиевская ленточка, это акции Лес Победы и письмо фронтовика и наши поисковики. 6 мая два наших отряда за родину и высота вернулись в 12-дневные вахты. Найдены останки 119 солдат и командиров Красной Армии. В поле прямо прочитаны пять медальонов, то есть пять семей встретят своих дедов с войны. Настоятель храма всех скорбящих радости, протеерей Виталий Сладков, совершил поминальный молебен о войнах, захороненных в братских могилах у подножия мемориала. В память о всех погибших и ушедших из жизни защитниках Отечества над курганом на минуту воцарилась тишина. После этого колонна двинулась на вершину кургана, чтобы возложить венки и цветы в память о павших войнах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok